Бизнес-спортсовет В одиночке Я не понаслышке знаю про командную игру В течение нескольких лет я был загребным в двойке и в четверке Знаете, грести в двойке и четверке или работать с партнерами в бизнесе очень сложно Если не научиться правилам командной игры В видео ты найдешь практически советы, помогающие создать команду Для успеха любого дела нужно, чтобы каждый участник был предан общему делу В спорте это довольно легко Редко случается, когда спортсмен не хочет стать чемпионом Но в бизнесе так бывает, что не каждый твой партнер понимает цели и задачи вашего общего дела Бывает, что он вообще не понимает, зачем он нужен в этом проекте А может просто за компашку присоединился А может ему просто нужно по-быстрому срубить бабла Поэтому прежде всего разберись Есть ли в твоей команде общее видение миссии и понимание целей? Твоя команда должна знать, кто за что отвечает Вот представь, у нас есть байдарка четверка Все спортсмены, они напарники Они понимают, что у каждого свои обязанности Я сижу на первом номере, загребаю Кто загребает, его функция не дать устать другим Просто не дать задохнуться То есть дать ритм И чтобы на финише люди сзади, партнеры могли поддать И удачно финишировать Последним, кто сидит на корме, он должен держать ее То есть чтобы она не ходила влево, вправо И чтобы лодка ехала прямо То есть у него задача тоже тяжелая Второй и третий номер Это моторы лодки Они всегда вваливают Они как лошади должны быть И вместе это получается команда То есть каждый очень важен И каждый отвечает за свою работу А вместе командная лодка И гребем победе Также нужно выстроить отношения со своими партнерами И обязательно пропишите обязанности на бумаге Только проговорить их недостаточно Все гребцы, сидящие в лодке Берут на себя личную ответственность за успех Все равнозначны И поэтому не нужно контролировать каждый их шаг Если я буду постоянно контролировать и управлять тем Как гребут другие спортсмены в лодке То атмосфера в команде будет вообще нездоровая Мы все должны брать на себя ответственность за результат И доверять друг другу Кстати, конструктивная критика по обсуждению это полезно Но главное, чтобы это были не эмоции А то полетят зубы и вообще глядишь Челюсть лишишься В спорте и для командных проектов Бизнеса необходимое условие Выбор правильных членов команды С неправильной командой В конце концов, в твое время уходит на обеспечение контроля С правильной особый контроль не нужен И нормой становится индивидуальная ответственность Выбор правильных членов команды Это залог того, что лодка поплывет с турбоускорением к финишу А бизнес будет стремительно и стабильно развиваться Лучше вообще не начинать дело, если нет понимания Какие партнеры тебе нужны? Чтобы командный проект выжил и процветал Нужно отобрать именно командных игроков А не индивидуалов суперзвезд Представь, если твой партнер чувствует свое превосходство над тобой И давит на психику каждый день Что он звезда, что он не собирается делать это, это и это На сколько тебе хватит? Так же и в спорте Если в лодке завелась звезда, то это вряд ли принесет победу Вот, например, есть такие люди, которые чувствуют себя звездой И они не хотят менять тактику в командной лодке В лодке создается такое впечатление, что кто-то просто не попадает Лодка начинает дергаться А главное, чтобы все синхронно попадали ногами, веслом Это очень важно Такие люди, они звезды Командные игроки, как клетки тела Они работают вместе для поддержания жизни и здоровья всего организма А не для реализации своих амбитов Чтобы команда стала одним организмом, очень важна сплоченность В этом состоянии все члены команды работают вместе Чтобы достичь общей цели, нужен боевой дух и производительность Спортсмены живут вместе на сборах Постоянно общаются друг с другом и дружат Это очень помогает поднять боевой дух Если ты строишь бизнес с партнерами или в команде Делайте что-то вместе, не касающееся бизнеса Можно проводить вместе время раз в неделю Играя, например, в боулинг Или если команда рассеяна в мировом пространстве Придумай другое общее дело Поиграй в интерактивную игру Особенно если в нее можно играть команда Но важное правило Избавляться от отстающих членов команды Вот, например, есть такие люди в четверке Когда команда готовится к сезону, к соревнованиям И он просто не хочет тренироваться Он во флит, но знает, что он будет сеять с сильными людьми И его прокатит, и он станет чемпионом Обычно тренер, он видит Если человек не работает, то он не сажает просто с сильными Здесь решает тренер В бизнесе это должен решать ты или команда Если твой партнер или какой-то из членов команды Тормозит развитие бизнеса Тогда нужно принимать решение И расстаться с человеком, который постоянно косячит На первый взгляд, неплохо давать людям возможность исправиться Но это в великодушии дорого стоит Надеюсь, что мои советы помогут тебе создать самую лучшую команду И твой бизнес поплывет к успеху Спасибо за внимание Извините за мой насморк До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!